Трамп начал выплачивать, точнее заявил, что они 6 апреля выплатят каждому американцу почти по 1000 долларов на взрослого, по 500 долларов на ребенка. Плюс выделят они там 300, по-моему, миллиардов на поддержку бизнеса мелкого. Плюс авиакомпаниям миллиардов 50. Срок выплаты обозначен 6 апреля, первый. Если продержится ситуация, то есть, условно говоря, там, если вот они сейчас на 30 дней чрезвычайное положение ввели, и если через 30 дней они вынуждены будут продлить чрезвычайное положение, ну, такая вероятность достаточно высокая, то заявлено, что 18 мая будет очередной транш, очередная выплата. Я так понимаю, еще примерно по столько же. Он имеет около месяца динамику распространения и около месяца динамику стабилизации. Плюс месяц идет на снижение и, соответственно, техническое снятие вот этих всех внутренних ограничений, и потом внешних, то, что сейчас в Китае примерно происходит. Поэтому этот фактор, если сейчас в марте рост, вот, допустим, берем чисто США, рост, в апреле стабилизация, в мае идет где-то уже снижение, не идет распространение, идет снижение, снимают чрезвычайное положение, открывают границы где-нибудь с июня, что могут прилетать. Причем они будут делать это избирательно, из тех стран откроют сообщения, где, так скажем, эпидемиологическая ситуация будет тоже более-менее нормальной. Вот типа нас, кстати, у нас же не очень много больных. Трампу нужно до ноября, в ноябре у Трампа выборы, и ему надо, чтобы народ на выборы пришел в хорошее настроение. А это значит, что за несколько месяцев до выборов уже в Америке должна быть такая устойчивая тенденция на позитив. То есть во всем экономике, ну, в зарплатах, в трудоустройствах. И они будут это делать. То есть, соответственно, до осени они должны навести порядок, влить денег, чтобы люди восстановились в бизнесе, ну, хотя бы начали восстанавливаться. И так как самая пострадавшая отрасль, это туристическая, туда будут прикладываться самые большие усилия, чтобы вот эту сферу восстановить. Бронирование билетов, покупка билетов, она осуществляется всегда заранее. Человек не может там выйти из посольства и сразу пить билет. Такое крайне редко бывает. Людям нужно время, чтобы спланировать свою поездку. Поэтому посольства будут открываться как минимум за месяц, два, до, условно говоря, даже открытия границ, чтобы успеть выдать людям визы, чтобы они могли спокойно собраться, спланировать поездку, пять лет или примерно одновременно. Посольства будут открываться тоже избирательно, исходя из ситуации в стране. То есть, если посольство, например, в Италии, в Риме, где крайне тяжелая ситуация, то оно откроется последнюю. Посольство в тех странах, где более-менее благоприятная, так скажем, обстановка с коронавирусом открываться быстрее. Поэтому вот прогноз такой, что апрель маловероятно, что посольство будет принимать. В мае очень может быть, но уж в июне, скорее всего, да, чтобы получившие визы в июне, где-нибудь в июле-августе смогли уже начать восстанавливать туризм в США, ну и, соответственно, подводить все к Трампу. Собственно говоря, чтобы взять эти выборы, они эти деньги сейчас и выделили на поддержку вот этого всего, на выплаты персональные. В общем, тут интересное сейчас будет развитие каких-то комбинаций, я же не могу говорить, может быть, Минск откроется, начнет россиян брать, например, или еще там кого-нибудь. Вот такие вот, в общем, дела. Поэтому, если, в принципе, планируете получать визу, посещение посольства может произойти даже, может быть, в июле, я не думаю, что позже просто. В июле даже. Ну, это самый такой печальный сценарий. Май самый лучший мой прогноз. Июнь, так скажем, более вероятен. Июль, ну, это такой самый пессимистичный прогноз по началу работы посольств. Ну, смотрите, мы сейчас что можем сделать? Значит, сделать анкету и поставить на монитор, ну, на запись вас, точнее, да, будем мониторить, и как только будет запись открыта, в первые дни мы всех и запишем наших. Попутно получите все инструкции по своим вопросам, по документам, документам из США и все такое прочее. Если вы хотите как можно раньше записаться на интервью, подписывайтесь на наш канал или следите за нами в соцсетях. Ссылки на наши аккаунты под данным видео внизу. Желаю всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok